всех приветствую на своем канале с вами лёля а это пустые баночки ноябре если вам такое интересно оставайтесь со мной пустая огромная баночка ощущение что мне ее хватило аж на три месяца я когда-то по скидке купила она что-то по цене была ну примерно так же как обычно продается половинчатая такая баночка clean and care сорти нежность рук глицерин и мята что хочу сказать она такая как бы ну средненькая мне кажется что нам лично для меня получше чем фаери которые раньше всегда покупала потом я покупала каплю сорти потом видимо стала и капля отдельно и сорти тоже отдельно и вот чашки допустим от чайного налета она не отмывает с этим лучше справляется обычная сода пищевая или сода которая типа пенмалюкс ну а совсем остальным она вполне себе справляется допустим плиту можно помыть ей при желании ну и посуду глицерин и мята но если вы долго в воде провели время то никакой глицерин и мята вашим рукам не поможет и придется потом их мазокремом или вообще придется когда-нибудь мыть в перчатках но я в перчатках сейчас редко мою вообще где-то с приезда как мои ручки побывали в соленой воде абхазии так в общем перчатках я очень редко мою если только у меня супер то много посуды я понимаю что ручки потом скажут мне вряд ли спасибо тут 900 грамм то бишь два раза больше чем вот флакончик 450 миллилитров но если вы видите ее по скидке и вам срочно нужно средство для мытья посуды и вы допустим любите сортили вам просто жаба душит на что-то иное то покупайте сорти хуже не будет особая густая формула отлично отмывает жир даже в холодной воде глицерин увлажняет и смягчает а также препятствует сухости кожи ваших рук содержит натуральные экстракт мяты и имеет освежающий аромат какой-то был прикол наверное уже такой сильно с бородой что нашему российскому видимо не только российскому производству вот натуральный там экстракт лимон или еще чего-то вот в такие средства для мытья посуды кладут а туда где надо этот натуральный экстракт лимона мяты или еще чего-то кладут идентичный натуральный мы не знаем с чем это связано в общем она полностью пустая из нее все что можно выжила и она пойдет на переработку она еще не закончилась но обычно я эти вот до того как я стала планировать записывать уход косметики на месяц у меня такие вот обычно шли уже конкретно в пустые баночки я открывала мылом нажила бумажечку я нашла пустые баночки по умолчанию потому что ну как бы мыло уже не обозришь там кусок пол куска треть куска но вот придется наверное мне эту бумажечку обозреть еще в следующем ролике и в пустые баночки следующего месяца она не пойдет потому что я обозрю эту бумажечку сейчас все на самом деле это не бумажечка это пленочка это туалетная мыло твердая нефис косметик земляничная изготовлена в лучших традиций для вас и вашей семьи это подарок от моей подписчицы лёльки из тюмени вот такое мыло тут у нас в этом мыле где ж тут написано было сколько а вот 160 грамм оно вполне себе приличное в различии от другой мыло допустим на физкосметик у меня было какие-то мыло на физкосметик и они при попадании воды в мыльничку очень сильно размекали это не размекает но не знаю я думаю это ко всем мылом относится потому что у меня училась такая фишка что он ночью почему-то вот именно в этом месяце и предыдущем кстати тоже немножко было очень сильно шпарят батареи ванной вот в той квартире у нас батареи отдельно от квартиры от собой не отапливались в этой квартире такое счастье есть и когда первый раз у приехав еще в том году еще даже когда на уровне квартира съемщика потому что по разным причинам ну кому интересно там можете эти всякие стримы пересмотреть квартиру у нас тут покупали и как и почему мы эту квартиру не могли долго приобрести и получить деньги от наших покупателей за ту квартиру потому что видео все-таки о пустых баночках когда во всей квартире это плене отключилась а в почему-то было у меня такой шок был и ступор в общем из-за того что в ванной отопление причем само по себе и днем оно допустим даже иногда отсутствует то ночью но иногда почему-то очень сильно шпарит у меня мыло рассыхается не только это кстати мыло рассыхается я заметила еще и на чистой линии еще на каком-то мыле даже частично на своем мыле иногда ну в общем если вашей ванной шпарят батареи такое мыло есть шанс что оно рассохнется даже если вот вы допустим два часа назад помыли ручки и она вроде как влажное но рассыхается вот так но она не размекает зато в ванночке точнее если туда вода вдруг внезапно попадает но очень хорошая мыло земляничное правда там земляника искусственный ароматизатор и вообще как бы самой этой земляники нету но я состав просто почитала ничего такое хорошее мыло спасибо лёльке вам советую если вас конечно не напрягает отсутствие землянички натуральном виде если напрягает то лёлька может сделать вам мыло земляничкой правда у меня землянички в этот раз только листики сушеные то бишь отвар листиков земляники так у меня закончился гель для душа и ванны я даже один раз ним ванну принимала хотела второй раз но что-то не сложилось и мы с ним принимали только душ гель для душа и ванны персик и анис насладитесь тонизирующим и лаком ароматом персика и аниса 200 миллилитров 12 месяцев после вскрытия сделано в россии под присмотром франции и фраше неплохой гель для душа ну вообще вот у них эти обновленные серии лимиток и не лимиток тоже призер натюр и фраше сделанных россии либо во франции они на четверочку сейчас вот допустим некоторые гели эван сенсос они вообще очень крутые и вот их можно сравнить с теми же лимитками допустим и фраше по мылкости и даже они латре выигрывают вот в предыдущих по моему у меня пустых баночках был обзор на эван сенсос гель great fruit кажется так и вот очень хороший гель вот допустим есть great fruit сады мира и фраше очень хороший даже при том что он рослит в россии мне great fruit рослит и во франции или в италии как изначально делали эту часть марки фрашевская ту линию допустим гели для душа ты фраше сады пардон мира и делали в италии они были очень хорошие по мылкости некоторые гели для душа розлитые в россии вообще как день и ночь а некоторые розлитые в россии вообще в принципе ничего и вот тут тот гель для душа и фрашевский вполне себе мог сравниться по весам даже может чуть проиграть и эвановскому эван сенсос great fruit а вот great fruit и что-то там из серии и фрашевской плейзер натур ну вот тоже как бы даже проигрывал в общем как бы приятный аромат в какие-то моменты он мне не пахать им персиком я не люблю аромат персика и абрикоса как я заметила по себе давно уже мне когда-то давно подарили набор еще старого варианта плейзер натурок я еще и фраше тогда даже не помышляла заниматься и там было молочко гель для душа еще что-то туалетная вода мне не очень нравился этот аромат персика или абрикос вот что-то такое как-то но по вкусу сам фрукт мне нравится аромат но но что-то не то а тут вот по-моему в жаркое время года чувствуется они без понятия как они спахнут но он мне больше нравился вот так вот потом принципе он раскрывался персиком потом даже как-то и то и другое перекликалась вот я бы его не стала повторять чисто я сама но если у вас не отталкивает аромат персика у вас нет таких загонов как у меня по поводу персика и абрикоса то вполне себе советую хороший гель для душа можно сказать даже четыре с плюсом потому что пену для ванн он дает хорошую но и мылиться пенится тоже вполне себе неплохо хорошо что я его купила когда была последний раз я реки спасибо мне такс он практически закончился хотел планировал записать эти пустые баночки еще дня два назад поэтому я его сунул в пакетик в который обычно сую пустые баночки перед обзором и думала что его обозрю и доделаю но так как у меня не сложилось и вот только сейчас и записываю в ночь практически уже начало первого дня месяца декабря где-то так вот ну может быть сейчас где-то 22 вот так случилось у меня я проснулась решила что надо записать это тоже подарок от подписчицы лёльки оля из тюменя лёля из тюменя кола пиа лаванда крем для рук увлажнение и защита масло лаванды успокаивает и восстанавливает кожу рук точно такой же был еще для ног он уже был в пустых баночках неплохой крем тут 75 миллилитров он довольно экономичный тут еще как я уже говорила осталось немножко но я его надеюсь доделаю ближайшие дни и вообще думал отправить его на кухню потому что почему-то складывается у меня так что большую часть времени особенно октября и сейчас так вот если октября и ноября ноябрь получается прошел я проводила на кухне и там вот мне периодически надо было крем за руку приходилось сюда ходить сюда приходила ой я же хотела записать ролик ой я же хотел смонтировать что-то ой же это айбры собирала делать ой мне жена перевоз стемпи вальца или там редак сдать брала крема в итоге возвращалась на кухню что там заделывала то без готовку хорошо впитывается практически сразу не липкий некая такая гладкость кожи после присутствует не чё из руки не падает можно брать телефон и все остальное что обычно падает при других обстоятельствах например в рассол по чужой скажем так вине на день рождения пользователя то бишь меня кому интересно гляньте стрим он по-моему так и называется у кого день рождения у лёлика как-то так там даже что-то камень мне вчера какой-то прилетел замшелый хороший короче крем для рук я подозреваю что бюджетный я вообще не видела такие крема но я благодаря лёльке некоторым другим пользователям точнее даже пользователям youtube а некоторым другим зрителям моего канала потому что дарили разные люди разные такие вот косметические средства я очень редко хожу по магазинам в том плане чтобы посмотреть ой мне надо крем для рук депло найти я обычно захожу магазин тот же магнитом пятерку дикси чисто за еду из-за какой-нибудь и крайне редко вот зачем-то таким вот иногда еще какой-нибудь там средство для того же унитаза или мытья посуды и на полке рядом допустим повернешься налево пойдешь попадешь к средствам для унитаза направо пойдешь попадешь к средствам для тела иногда так оглянусь и смотрю вижу что-то такое но иногда чисто гляну какой-то крем дорог сколько он стоит но так специально я не смотрю я знаю что у нас есть городе магнит косметик я там даже пару раз была и что-то даже покупала когда-то это что-то было даже в обзорах возможно даже пустых баночках не только покупках но так специально у меня сейчас нет такой нужды куда-то ездить плюс еще я закупилась а тут кремами для рук в той же green маме благодаря опять же подписчице подаренному сертификату отсылка к предыдущему ролику который уже на канале в общем поэтому ничего сказать не могу по поводу цены но это русское изготовление изготовитель 3 о н п о биокон плюс москва 75 миллилитров номинальный объем но и тут принципе такой неплохой состав есть оливковое масло есть масло персиковое в самом конце практически эфирное масло лаванды витамин е витамин е витамин f я думаю в каком не утеивание вот этих каталожках не более не менее лучше допустим ну не особо скажем так лучше можно сказать даже не не ас не намного хуже состав чем вот здесь хороший крем спасибо аллерге и крему 5 конечно его с удовольствием доделают там осталось вот ну буквально там на несколько применений так у меня закончилось я решила что после того как я сделала обзор своего ухода за лицом за кожей лица что надо было делать эту пенку потому что вот но она быстрее уделается чем та которая обычно вот сейчас последнее время пользуюсь и которые я собираюсь потом пользоваться это подарок тоже от подписчицы алена с украины у нее канал о путешествиях также в инстаграме и страничка путешествиях и канала косметики на оба канала ютубных у меня ссылка в районе интересных каналов в разделе скажем так на ю тубе и если интересно проходите подписывайтесь на нее смотрите это очищает пища пенка для умывания без слез парабенов это пенка фирмы эльфа эльфа фарм из серии эльфа фарм доктор санте природа и инновации очищающая пенка для умывания матирующий эффект очищают пор и удаляют макияж для нормальной склонной к жирности кожи но макияж она не сильно удаляет если честно я тестировала чисто вот как-то мне надо было смыть помаду думаю блин она же реально удалять должна макияж и чуть вообще как-то не замечала говорит прочитала тут или нет матирующий эффект она хорошо удаляет загрязнения просто с кожи умываться и хорошо кожа не стягивается отличная пенка я ее отдельно обозревала вместе вот другими средствами эльфы которые мне алена присылала там на канале можете поискать и или я постараюсь может даже ссылку дать ну если вы подписчик канала тут вполне себе видели этот ролик или могли искали я думаю надеюсь смотрели этот ролик если вы новенький если вам интересно просто полазать и по каналу я стараюсь конечно все раскидывает по плейлистам но есть у меня плейлист айва фарвара обзоры когда я только еще начинаю заниматься видеоблогингом хоть аккаунт у меня на youtube уже был но в общем один плейлист я все никак не разберу я тогда все скидывала вот это айва фарвара обзоры в общем пенка с неплохим составом хорошо удаляет загрязнение макияж как я говорила ну мне пользовались исключительно губной помадой или блеском дагу короче макияж губ у меня только и то без всяких карандашиков губных помадных или как их называют вот где-то с третьего раза она удаляет но все же удаляет хорошая пенка я ее практически до самого да тут уже вот я даже ее окатила чтобы вот остатки выгребсе пробовала когда окачивала просто на руки кстати мылится немножко вот сама по себе помимо того что она пенка хорошая пенка пять с плюсом спасибо алёне и если ваших магазинах ваших населенных пунктах где-то такие пенки я вам советую я просто не представляю где у нас продается эльфа и у эльфа я в свое время покупала исключительно пены для ванны соли для ванны они мне очень нравились так у меня закончился гель до душа его хватило где-то ну скажем на месяц и 10 дней чуть меньше чем на полтора месяца я его еще летом начинала это тоже подарок от лёльки из той же посылки что и крем до рук вместе с мылом это у нас иван сенсос средиземноморские приключения моменты безмятежности с ароматом лимона и черной смородины увлажняющий гель до душа с экстрактом морских водорослей тут у нас вот и смородина и лимончик смородины я там особо не ощущала лимона не всегда может быть все вместе ну как то вот интересно передавалось но интересный аромат бодрящий довольно и он был такой синий гель тут уже вода осталась а потому что все вы вытащила ну как голубенькая такая водичка я окачивала его он даже вот такой сплюснутый видите отличный гель до душа мне очень понравился раньше мне ну не очень нравились гелевые гели скажем так от иван сенсос они мне казались как-то ну может у них формула слегка поменялась потому что они как-то то не выливались у меня нормально на губку то они как-то хреново мылились то надо было очень много вылить на губку чтобы оно замылилось и хватало геля соответственно очень недолго сейчас вот уже где-то год-два что-то у них случилось с этой формулой но вполне себе нормально и что кремовые гели и что гелевые гели отлично всем мылиться в общем мне понравился такой гель до душа я вам такой советую если вы еще не приобретали на тот момент это была новинка это лето этого года 2019 но сейчас может быть он еще есть в каталогах так я каталоги и он тоже как бы давно не наблюдала в живую хотя у меня есть еще один пятый каталог все никак не обозрю его для смр он же такой бушный каталог прошедший каталог эйвон для смр но мне кажется в смр там без разницы каким каталогом позапрошлого века листать шуршать в общем тоже 5 и оценка такая пятибалльной шкале хороший гель спасибо лёльке так и снова спасибо лёльке это из какой-то одной наверное из первых ее посылок тут немножко осталось а в предыдущем ролике как раз я упоминала то чем я пользуюсь для ног когда у меня закончился крем за ног это арифлейм спарк спарклин или как-то так коллекшн лосьон для тела видимо или от каких-то духов я не знаю была как были какие-то есть вообще духи какие-то в арифлейм я арифлейм намного меньше вообще пользовалась чем допустим эйвон хотя иногда его заказывала у нас когда еще не закрыли суриковскую библиотеку старейшего в городе там у нас одна женщина которая еще с моей мамой работала мамина можно сказать коллега она занимается рефлейм но на тот момент занималась не знаю как сейчас я у нее иногда что-то покупала в основном бочоночки такие бочоночка у меня стоит в запасе как тоже от лёльки из предыдущей как раз посылки тут 150 миллилитров он у меня стоял запасок долго долго но у него уже вот он до июня 2000 так до июня двадцатого года 2020 года в общем у него в принципе начал подходить срок через год бы он уже закончился и я решила что надо бы его открыть буду использовать как гель или крем точнее лосьон для тела ну и соответственно для ног и по большей части он у меня использовался две трети его именно как крем для ног причем ноги же понятие растяжимое выше колено я намазывалась так это вот возьмешь на руку сначала ножку а потом так до куда хватит того что взяла на руку хорошее сделано в польше хорошо увлажняет ножки пяточки хорошо увлажняет кожу хороший такой нейтральный практически аромат вот сейчас пахнет чем-то таким чуть отдаленно кисло свежим и опять же повторюсь я не знаю как какого это аромата там или само по себе и тут уже меньше чем я думала потому что фиг его достанешь но когда я вчера выдавливала мне казалось там еще на раз хватит ну или хотя бы на пол раза 12 месяцев после вскрытия он не успел это прожить я его где-то вот ну может быть за месяц уделала на ноги ушел думаю на тело бы наверно ушел быстрее отличный в общем лосьончик спасибо лёгки если их еще продают то я вам такой советую даже чисто когда вот допустим у вас стоит лосьончик а крем для ног закончился ну вот у меня есть вечерний крем для ног но вот дневного у меня на тот момент не было и вроде как то думаю что покупать у меня есть лосьончик лосьончик же для тела тела по идее это не только вот там какая-то пятая часть тушки человеческой это еще и руки и ноги при желании потому что как бы выходите из души намазываете тело полностью да почему бы им не мазать просто ноги в общем отличная вещь мне понравилось у меня но не то чтобы закончилось у него срок годности закончился просто про него забыла когда у него еще был вполне себе еще оставалось что-то даже срок годности я думала ну вот буду делать какой-нибудь там штуку себе косметическую самопальную там или допустим вод для ногтей или бальзам добавлю потому что в дезодорант вообще не холодно не жарко ну или еще что-то хотя если восковой дезодорант не холодно не жарко если допустим дезик именно масляный то вполне бы подошло по моему я тогда изначально до этого их цели его и покупала покупала насколько я помню на озоне это облепиховое масло смягчает и осветляет косметическое 200 миллилитров причем я это у нас мирола апотек по моему еще у нее это как бы потеря потому что я помню она на сайте вышла выглядела как апотека или как-то так или аптека что-то вот такое слово и потом уже выяснялось что это мирола мирола оказывается у нас из санкт-петербурга внезапно открыла для себя оно сделано было 25 октября 2016 года и соответственно до 19 года до 25 октября оно бы жило три года у него срок годности но я про него совершенно забыла но как-то стоял тоже в запасах причем в той части запасов где не сколько запасов сколько вот я какие-то там свои тоненькие лосьончики делала для лица и там всякие флакончики которые специально покупала чтобы в них потом заливать эти тоненькие лосьончики я не первый раз уже вот пользуюсь маслом мирола облепихового и в меньшем формате и в аптеке покупала и фиксе 100 миллилитров флакончик никаких нареканий нет отличное масло действительно стопроцентное масло облепиховое но к сожалению вот он закончился я уже обнаружила что у него я думаю блин у него же когда-то вроде срок годности должен закончить наглянуть я так обнаружила это где-то в середине ноября уже как бы не станешь пользоваться но я не рискнула по крайней мере им пользоваться потому что оно уже как бы было просрочено хоть оно ничем таким вроде супер прогулок не воняло но я решила что пусть оно будет пустых баночках так что вот если вы сомневаетесь стоит ли брать косметические масла или эфирные от миролы то не сомневайтесь отличные масла никаких вот чисто я никаких нареканий пока еще ну не наблюдала не было мне такого хотя читала отзывы есть положительные номеролу есть отрицательные и хотя бы то что ее продают в аптеке мне кажется это уже вот плюсик потому что много какие масла где продают и также в каких-нибудь супер крутых фирмах встречается какой-нибудь дизлайк по составу и ощущениям и написано одно в составе другое ну в общем не сомневайтесь хорошую масло спасибо мне что я его когда-то купила жалко что конечно про него забыл благополучно и что у нас тут осталось а у нас тут уже ничего не осталось тут у меня пара бумажек скажем так для съесть или выкинуть муж когда-нибудь обозрю так что вот у меня кажется тут ну не особо такие большие в этот раз обзор больше болтологии чем продуктов пустые баночки ноября ну какие есть всем спасибо за просмотр ну и просевать